Всем привет! Я Аня и я рада поприветствовать вас на своем канале о комнатных растениях Plants and Me. Сегодня у нас следующий план. Мы должны вместе с вами поехать в тропическое пространство Anthos. Я думаю, что многие из вас уже о нем слышали, конечно, знают, может быть подписаны на них, следят за их какими-то обновлениями. Я даже когда-то делала обзор этого магазина, но сейчас не об этом. Дело в том, что на прошлой неделе я приобрела там одно растение, удаленно, онлайн. Мне показалось, что это хорошая цена за такой экземпляр. И сегодня я как раз-таки хочу наконец-то это растение забрать. На улице, конечно, прохладно, но я думаю, что туда я доберусь на метро, обратно уже придется, видимо, заказать такси, потому что все-таки минусовая температура в Петербурге, и растение жалко, не хочется его бортить. Поэтому, если вам интересно такое небольшое путешествие и мое новое растение, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну что, пойдемте. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вантос. Мне захотелось немножко побродить, посмотреть, что есть сейчас в наличии, ну и вообще насладиться такой приятной, прекрасной просто атмосферой. поэтому у нас сейчас, ну, неполноценный обзор магазина. Но так вот немножко я все-таки какие-то уголки это пространство вам еще раз покажу. Конечно, смотрю и у меня впечатление, что все становится только краше, только богаче наполнение здесь, в этом пространстве, какие-то появляются новые уголки. И, кстати, вот про тенденции. Очень много папоротников. А это, я так понимаю, здесь орхидеи находятся, которые миниатюрные. Очень-очень все здорово, конечно, устроено. И, мне кажется, это не на продажу, это просто уже для того, чтобы посетители могли полюбоваться. Флорариумы. Роскошный сциндапсус с желтым варом. И снова растения-хищники. Возвращаясь к тенденциям. Очень много, конечно, их теперь представлено повсюду. И антос не исключение. Еще несколько таких тоже, я так понимаю, это можно назвать флорариумом. Не знаю, как. Ну, наверное, не совсем так. Вот в этом, если я не ошибаюсь, живут две очень симпатичные лягушки. Но их было не видно. Наверное, они как раз дремали. По-прежнему огромное количество горшков. Самых разнообразных. Всех возможных диаметров. Такие чудесные просто монстеры. На таких деревянных брусочках, на коре. Друзья, сразу скажу, это не полноценный обзор магазина. Поэтому цены я не снимала. Мне просто хотелось, наверное, так взглянуть на ассортимент. Вообще, по поводу цен. Я считаю, что это далеко не самый дорогой цветочный магазин в Петербурге. И даже, мне кажется, один из, может быть, наиболее дешевых. Если не считать, конечно, закупок. В закупках мы все понимаем, что можно найти многие растения за более такую симпатичную, приятную цену. Но магазин есть магазин. Нужно оплачивать аренду, зарплату сотрудников и прочие такие моменты. Поэтому абсолютно нормально, что в цветочных магазинах растения стоят дороже, чем в закупках. Или, например, если покупать у кого-то с рук на Авито, у коллекционеров. Потому что коллекционеры зачастую просто продают свои излишки. То есть у них это не поставлено на поток очень часто. Просто вот они так себя частично поддерживают, чтобы хоть отчасти их хобби могло окупаться. Вот, поэтому каждый ищет растения там, где считать нужным. Но вообще, мне кажется, нужно смотреть, сравнивать в разных магазинчиках цены. Малакази. Роскошная, конечно, Black Velvet. Чувствую, стану биться со своей страдалицей и когда-нибудь приобрету уже крупную. Да, очень много деток. Снова папоротники. Всякие симпатичные аксессуары. Все, что хотите. Очень большой выбор. Есть вот такие вот стеклянные теплички, полностью закрытые, частично открытые. Тилансии. Мне вот эта очень понравилась, которая как-то там сноу, по-моему, что-то со снегом, как это называется, с такими пушистыми листиками. Очень здорово выглядит. Может быть, когда-нибудь и мне захочется себе такое растение, тилансию. Роскошный антуриум хрустальный. Конечно, этот листик новый, это просто нечто. Вот здесь можно порыться и найти что-нибудь очень даже интересненькое. Например, вот такой филодендрон. Всяческие тут аллоказии на выбор. Ну, конечно, цветущие орхидеи. Хоя линеарис. А главные мы самые разнообразные. С зелеными листьями, со всякими розовыми. Вот такая была очень-очень яркая для тех, кто любит такие акценты в своей коллекции. Вот, пожалуйста, можно что-то такое найти. Мне вот это, честно говоря, я не очень любила голонема, но вот это мне показалось симпатичной. На мой вкус. Очень, конечно, все здесь видно, что сделано с такой большой любовью. Я не знаю, прям действительно вкладывают душу в это пространство. Это прекрасно выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, я съездила в Антес. Привезла вот такой, сейчас вам покажу, пакет. Сейчас мы с вами будем смотреть, что же там. Вообще, очень здоровская погода сегодня. Просто в Петербурге ясное небо, светит яркое солнце. Очень здорово. И я, конечно, рада, что в этом пространстве оказалась такая солнечная погода, потому что всегда хочется какие-то самые, наверное, интересные кадры вам показать. И, конечно, когда светит солнце, все особым образом окрашивается, не знаю, украшается, становится прекраснее. Ну что, давайте смотреть. Сначала всякое разное, что я взяла. И потом мы с вами еще распакуем растения. Так, вот, собственно, растение. Оно чуть-чуть подождет. Так, я взяла вот так вот банально циолит. Я хотела как раз добавить в грунт. Взяла совсем чуть-чуть, потому что потом планирую все равно заказать, может быть, чуть как-то это все подешевле, большим объемом. Хотя здесь, ну, в принципе, цена, на мой взгляд, приемлемая и 150 рублей стоит. Вот, я взяла такой пакетик. Еще я купила вот такой гигантский горшок царакотовый. Ну, не то, что он прям супергигантский, но он идет на 4 литра и диаметр 22,5 сантиметра. Дело в том, что мне нужно пересадить фикус. Кстати, мои фикусы чувствуют себя гораздо лучше. Я так рада просто бесконечно. Им нужен был просто уход. Некоторые ничего вообще сверхъестественного. Нужно было их просто нормально полить, отнести в душ. В общем, чуть-чуть заботы. Вот, и свой фикус, который белиз, довольно такой высокий уже, который варегатный, я хочу как раз пересадить в этот горшок. Возможно, получится чуть-чуть на вырост, но не было меньшего размера горшка. Я уже не хочу специально потом как-то ездить искать. Вот, я его хочу сюда пересадить. Может быть, получится... Ну, нехорошо сажать, но вырост. Но будем смотреть. Я думаю, что все-таки там у него нормально все с корневой. И после этого как раз года 2-3 я точно, наверное, не буду его пересаживать. Вот. А в самый обычный терракотовый горшок. Так, еще одна покупка. Тут уж я просто не устояла. Сейчас вам покажу. Короче говоря, друзья, это вот такое вот кашпо подвесное. Вот так это выглядит. По-моему, очень здорово. Мне как раз нужно повесить парочку-тройку растений на окно. У меня там есть такие крючки как раз. Вот. Можно тоже искать более какие-то выгодные цены. Но я решила, что возьму. Такая красота. Так. Ну и, наконец, самое интересное. Растение. Вы знаете, не то, что это какая-то феноменальная редкость. Но, тем не менее, я давно хотела такое попробовать. И давайте уже смотреть, что там. Та-та-та-та. Смотрите, это вот такой вот очаровательный филодендрон. Глориозом. Это, насколько я понимаю, не зебра. Это просто обычный. Но зебра сразу стоит в разы дороже. Вот. Это, да, простой. Буду я его. Ну, думаю, что все должно быть в порядке. Но я, конечно, все равно буду осматривать на наличие и отсутствие вредителей. Смотрите, какой симпатяшка. По-моему, очень хорошенький. Я давно-давно хотела себе такой. Ну, красота. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok